Проводить 2019 год горожан приглашают на Театральную площадь. Праздник начнется в 00 часов 15 минут. 1 января и продлится до 3 часов ночи. Гостей ждет встреча с главными новогодними волшебниками – Дедом Морозом и Снегурочкой. Игры, конкурсы, концерт творческих коллективов города. Мы ждем подарка от Российского федерального ядерного центра. Это будет праздничный фейерверк, который также будет необычный в этом году, потому что мы предполагаем и высотный фейерверк, и парковый фейерверк. Мы его еще не делали, парковый фейерверк, поэтому хочется всех пригласить. Всего в дни новогодних каникул театр, музеи, библиотеки, молодежный центр, клубы по месту жительства и другие учреждения подготовили для горожан более 150 мероприятий. Это праздники, встречи с актерами и музыкантами, мастер-классы, квесты, экскурсии по выставкам и, конечно, спектакли. Так, к Новому году Театр Драмы подготовил новую постановку «Летучий корабль». Музыкальная сказка. И что интересно, вот сейчас театр именно этим и отличается, что очень много постановок для семейного просмотра. Поэтому это не просто детская сказка, на нее тоже можно идти вместе, всей семьей. Для молодежи Департамент культуры и искусства также подготовил особенный подарок. 3 января все, кому уже есть 16 лет, могут прийти в Дом молодежи на концерт групп «Нихил» и «Шишила-спонж». Они договорились, еще едет очень хороший музыкант, это Степа Соболев. Он сейчас проживает в Питере. Вот, поэтому мы всех приглашаем, считаем, что это будет такое замечательное мероприятие, теплое, про любовь. Вход на концерт свободный. Также по традиции на лыжной базе 8 января пройдет развлекательная игровая программа «Рождественская история». А при устойчивой минусовой температуре на Икаре зальют каток. Подробную программу мероприятия можно найти на сайте городской администрации. Екатерина Опенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров, 24.